Значит, дальше мы будем двигаться по заявкам. Вот, у нас, значит, в прошлое воскресенье, если не ошибаюсь, был очень значительный для меня праздник День военно-морского флота, который, наверное, как считается профессиональным праздником, надо лет, поскольку около 40 лет было воду на флоту. И около 40 лет я работал на разных уровнях судов и кораблях, которые, естественно, военно-морских. Потому что судно – это обычно гражданское, корабль – это обязательно военно. Бывают разночтения, бывают гидрографические судно, например, причем, потому что не боевой корабль, а вспомогательный, как бы. Но боевой всегда корабль. Нельзя сказать там военно-морское судно, которое уже некоторые нарушили вне стиля, да? Вот, например, попросили спеть несколько песен, дадим морякам приоритет. Значит, ну, песню очень редко я пою. Ну вот, например, так, «В океане земля» знаю песню. Это, значит, первые-первыхые рейсы, у моряков нет рейсов, у них военный, будем знать, в поход. В первом же походе на военном Павловске в Казахстане в 62-м году мы получили по морде двумя-тремя враганами. И я первый раз попал в океан, где казахстансковал, вижу, что так всегда и будет. И в упадническом таком настроении написал песенку, посвященную моей подруге, которая ждала меня тогда в Москве. Протекают льва, там покрыты карма, и и сутки, и солнце, и звезд. В океане зима, в океане зима, о крови снег, да скрипучий народ. В океане зима, в океане зима, о кровь снег, да скрипучий народ. Не сидеть мне сейчас в ресторанном тепле, и не мягте мне ногами траву. Так ходишь за меня по веселой земле, как смотри за меня на Москву. Так ходи за меня, ой, весёлая земля, Так смотри за меня на Москву. Там потоки людей в торопливой ходьбе, Там машины в четыре ряда. Пусть там всё, что угодно, Приснится тебе, пусть тебе не приснится вода. Пусть там всё, что угодно, Приснится тебе, пусть тебе не приснится вода. За шторма, за шторма, Ты ведь знаешь сама, Что дождаться меня нелегко. В океане зима, в океане зима, И до лета ещё далеко. В океане зима, в океане зима, И до лета ещё далеко.